Для большинства людей заполненная людьми улица в Индии звучит примерно так. Но для сундрамы с детства городские улицы звучат так. Дело в том, что сундрама глухая. Она не может слышать и говорить. Она говорит при помощи рук. Сундрама не всегда умела общаться с помощью языка жестов. В детстве она не могла ходить в школу, так как школа не принимала глухих детей. Ее семья была расстроена, что она не сможет получить образование, как другие дети ее возраста. Однажды женщина постучала в их дверь и рассказала им о школе для глухих, организованной адвентистами седьмого дня, и пригласила сундраму присоединиться. Все члены семьи были так счастливы, что едва скрывали свои волнения. В начале сундраме выпал сложный период обучения. Она никогда не училась до этого и скучала за своей семьей, но со временем становилось все легче, и тем больше она хотела остаться. Сундрама выучила язык жестов и могла общаться с друзьями. В этой школе она также узнала об Иисусе. Учитель проводил занятия на природе и преподавал им все уроки из Библии. Сундрама была очарована рассказами, которые услышала. Ей нравилось учиться в адвентистской школе. Сейчас сундрама гораздо старше. Она делится своей верой со своей семьей и соседями. Когда люди не понимают языка жестов, она пишет записки, чтобы рассказать им о любви Иисуса. Она может читать и писать на английском и родном языках. Если бы не было адвентистского образования, сундрама не смогла бы общаться и делиться своими знаниями, как она делает это сейчас. Пожалуйста, молитесь за эту школу и другие адвентистские школы по всей Индии. Молитесь, чтобы они могли научить людей удивительным урокам Иисуса. И спасибо вам за поддержку в миссии Церкви Адвентистов седьмого дня. Данный материал предоставлен при поддержке телеканала Надия. Субтитры создавал DimaTorzok